здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас программа на медицинскую тему тема нас эндокринология тема такая важная потому что касается нашего с ну прежде всего наверное правильного образа питания и одновременно жизни в студии врач-эндокринолог центральной поликлиники люберецкой областной больницы наталья францева новикова которая уже была гостью нашей программы но прошло время я задаю один и тот же вопрос я же так понимаю за прошедший период мы не постранили все то есть как то есть очень хорошие результаты вот из пациентов грубо говоря берем всех пациентов ну без каких-то супер там болезней но которые просто действительно похудели от 100 процентов сколько примерно проходят этот сложный путь который длится но хотя бы год нет но я могу так сказать что это же все связано с количеством посещаемости камни да вот и взять в мою посещаемость ими виду больные которые страдают этим и избыточной массой тела наверное на приеме боится на 15-20 человек наверно два обязательно бывает тот кто пришел с проблемой потери массы тела которая не устраивает его внешний вид так или иначе кого-то очень не устраивает кого-то чуть-чуть кто-то на начальном пути он пришел потому что надо прийти к доктору поэтому вот из этих наверное 50 процентов которые вступают в борьбу в борьбу да и под моим контролем я сразу говорю о том что я буду рядом если у них есть интерес то есть я согласна быть контролирующим органом но не каждый согласен с этим но тем не менее да и конечно я видела результаты при том результаты просто называется вот так погладил себя и думаешь какой ты молодец потом проблема как в спорте надо же держать не было значит ну я понимаю когда ты садишь садишь человека на диету и вообще понятие диеты не люблю потому что это оговаривает какой-то промежуток времени это образ жизни то есть они должны быть ну научиться кушать вкусную еду на правильно да вкусную еду но мало да ну спорт движение то есть это все должно быть совокупности и конечно тогда результат не минуем но игру кто ставить себе такую цель то поверьте мне что есть такие больные которые просто радуют глаз я не совсем даром ем хлеб 50 на 50 до проблема даже не в том что вы или ваши коллеги что за эти дарами едят хлеб проблема в том что человек понимая даже иногда что надо было на каком-то этапе друг машет рукой а пельмени опять будем сегодня есть у меня еще такой вопрос но диета это диета или к слову которую вы не любите борьба с лишним весом как вообще сейчас эндокринная система наша она поменялась вот за время вашего скажем так вашей практике мы ухудшается состояние нашей эндокринной системы или она приблизительно вот нарушается ну как вот обычно знаете сейчас вот так сказать мы проводим диспансеризацию очень призываемся я очень хорошо отношусь к данному процессу очень хорошо я считаю что и человек который приходит сам он понимает его не тянут за ухо его не звонят по телефону 10 раз чтобы он пришел то есть он пришел сам и таких немало таких сегодня немало и благодаря тому что мы обследуем хотя бы на минимальном этапе делая определенные исследования которые на первом этапе запрограммированы очень большой процент выявлений с нарушением углеводного обмена то есть есть кто-то уже с диабетом а есть кто только начинает это да и вот там где есть хотя бы мизер сдвиг по показателям уже тут как бы нужен эндокринолог но чтобы в конце концов напугать даже если не помочь она пугать чтобы человек может быть да да чтобы человек понял что у него есть двоякая то ли быть здоровым то ли быть совершенно больным и с последствиями какими понятно да поэтому здесь конечно больным полу здоровым Нет, не получается. Или здоровым, или больным. Ну, я не говорю про другие болезни. Ну, понятно, конечно. Зачастую больные не приходят с одной проблемой, у них же всегда букет, да, особенно тот, кто не так часто приходит в поликлинику. Ну, по эндокринной системе, вот если говорить о диспансеризации, вот там какие основные показатели? Сначала мы выявляем диабет, да, вот кровь сдаём, да? Мы выявляем нарушение углеводного обмена. Что это такое? Ну, это показатель сахара крови. Самое главное. Да, самое главное. Делан холестерин и сахар. Это входит в безаловку. То есть это... По-моему, 6, да? Если больше 6, то это звонок. Сейчас 6,1. Верхняя граница нормы 6,1. Вот, ну, холестерин 5,2, как было, да. Ну, холестерин там, где немножко превышает, это как бы совсем другая история. И это связано тоже с нарушением углеводного обмена, то есть повышение сахара крови. Поэтому здесь есть хотя бы... Благо, что мы сейчас нам доступны анализы, и мы можем, как бы там ни было, перепроверить. Потому что по одному анализу приговор никто не выписывает. К сожалению, погрешности могут быть и в подготовке больного к анализу, и самих анализов. А он уже съел что-нибудь, и не сказал. Нет, он выпил воды с утра. И уже совсем будет по-другому. Анализ крови будет совершенно другой. Затистую как бы вот... Поэтому, когда терапевты направляют ко мне таких больных, там, где есть нарушения, показатели сахара крови, мы разбираемся. То есть я сразу, как бы, они озадачены. Я думаю, что терапевт их озадачил так или иначе, сказав, что есть проблема, вам надо к эндокринологу, да. Поэтому я сразу их как бы не пугаю. Я им говорю, что приговор не выписывается. Давайте мы сделаем вот это, вот это, вот это, еще вот этот анализ. И тогда выпишем или приговор, или просто предупреждение, чтобы вы могли подумать о том, как в этой жизни дальше жить. А вообще такой вот вопрос сразу, да. Диабет, это же такая, ну, сколько себя помнит, там дедушке, бабушке казалось, что это какая-то такая болезнь. Потом ты понимаешь, уже подходя к какому-то периоду жизни, он по возрасту сейчас как вот вообще проявляется? Ой, совершенно разнокланово. То есть это не взрослая болезнь? Нет, это не взрослая болезнь. Ну, к сожалению, ведь диабет второго типа – это стрессовый диабет. И учитывая сегодняшнюю... Как включается что-то, да? Да, да, да. Учитывая сегодняшнюю нашу жизнь и питание, и образ жизни, и ситуация в стране, все это имеет свои отголоски. Поэтому иногда потом с работой люди, которые не могут найти работу, да, вот их уволили, потому что что-то не устраивало. Ну, стресс охвата, да. Да, это вот стрессы, которые дают, к сожалению, толчок для нарушения углеводного обвена. Сахар очень чувствителен к стрессу. Получается, что, ну, поэтому, видимо, и сахар, что сладкой жизни нам хочется, выбрасывается. То есть как это работает? У тебя включает, начинает включаться вот эта разрушительная система, или она включилась-выключилась? Нет, ну, здесь на начальном этапе можно включить и выключить. Да, это возможно. Это возможно на очень длительный срок. То есть это может быть очень долго, в принципе, в этих показателях. Если больной прекрасно понимает и меняет какое-то отношение, ну, к своему образу жизни, да? Ну, вот как пример, да, когда-то давно, вспоминая свою молодость, я брал большую чашку чая, и туда обязательно 4 ложки сахара. Уже не помню, сколько лет, живу давно, я ещё где-то услышал, что если вы пьёте чай с сахаром или кофе с сахаром, то вы не почувствуете вкус напитка. То есть это разные вещи, они несовместимы. Ну, конечно, да. И я их убрал, и я понял, что действительно кофе стал кофе, а чай стал чаем. Да, настоящим чаем. Но я потихонечку начал убирать сахар, и, кстати, и соль одновременно, но не в таких количествах, из жизни. Это правильный путь, или сахар всё-таки нам... Вот иногда безумно хочется, ну, например, сгущенки. Вот ты можешь её год не хотеть, а потом вдруг увидел, ты вспоминаешь детство, и тебе хочется. Не вопрос. Значит, хочется – это хуже, чем болит. Поэтому надо удовлетворить свою потребность, потому что вот эта навязчивая идея, которая говорит о том, что я хочу, но не могу, она тоже имеет отрицательный фактор. То есть человек должен исполнить. Я сразу говорю, когда приходит ко мне на приём взрослая категория и говорит о том со слезами на глазах, что я хочу торт, я говорю, не проблема, только утром и пешком в Люберце, туда и обратно. Чтобы сразу этот торт выходить. Да, сахар сгорает в работе мышц. Поэтому человек, который нарушает какие-то правила свои, он должен двигаться, садиться на тренажёр, в конце концов, идти куда-то пешком, гулять с бассейн. В бассейн. Но сахар сам по себе, то есть человек, который начинает заботиться о своём здоровье, он должен сокращать это? Конечно, да. Потому что сахар есть, свёкли. Нет, углеводы есть во всех продуктах. Поэтому нарушая вкусовую гамму с сахаром, вы сами себе вредите. Вот вы сами ответили, что чай без сахара – это чай, кофе – это кофе, да. Ну почему бы надо всё остальное? То есть это, ну если я, например, делаю сырники, я добавляю совсем немножко сахара и также соли, для того, чтобы создать гамму вкуса, да. Но не значит, что добавляю 5 ложек, чтобы это всё пригорело на сковородке, потому что сахар горит. То есть вот в чистом, в открытом виде, знаете, как вот в старых купеческих показывает картина, какого-нибудь кустодиев, да, пиала чая и сахар в прикуск. Кусочек, да, кусочек чего-то. Сколько такого сахара можно в сутки человеку, который уже вот… На грани. На грани. Ну, я могу так сказать, что я говорю, если очень хочется, это не должно быть постоянно. Не каждый день. Не каждый день. Не каждый день. Нет. Хорошо. Значит, вот утром вы можете себе позволить, я сразу говорю, утренний завтрак у вас впереди рабочий день и так далее, движение, вы можете себе позволить, если уж совсем не в моготу, добавить какого-то сладкого продукта, да, то есть то ли мёда, то ли сахара, то ли варенья какого-то, да. Ну, в общем, что-то можно добавить. Подсластить своё утро. Да, 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 ну если да, если это действительно такая потребность, если это невозможно сидеть в голове, так его надо убрать оттуда. Конечно, конечно. Это же невозможно. Поэтому да, поэтому здесь разрешается, я как бы разрешаю с утра, все погрешиваются только утром. Ну, собственно говоря, как говорят, что и все ягоды, все яблоки, вот это всё тоже до обеда. Ну, нет. Фрукты можно кушать всё время. Фрукты можно заменить, например, ужин. Всё, кроме винограда. Вот виноград даже смотреть в ту сторону, имея нарушение углеводного обмена, то есть повышенный сахар крови, даже смотреть, и то не надо. Вот пусть висит, а уж то, что делается из винограда, тем более. Да, вообще, да, вообще западает. Я, кстати, попрошу нашу гостю Наталью Франсену в конце программы, сейчас у нас скоро будет перерыв, по традиции, какой-нибудь нам лёгкий так расскажете, такой, как правильная, даже не диета, ну, какой-то из вариантов расписания, что на завтрак, что на обед, на ужин. Просто мы сделаем интригу, чтобы до конца программу досмотрели. Соль ещё прозвучала, подружка сахара. Ну, соль должна присутствовать, без соли нельзя. То есть, ну, всё должно быть... Ну, вот, например, кашу солью, да, а овощной салат без соли, с подсолнечным маслом вполне. Ну, пожалуйста, можно так. Опять же, это вкусовая гамма. То есть не надо делать бутерброд с маслом и сыпать солью? Нет, нет, нежелательно. Ну, соль должна присутствовать, без соли невозможно. Любой продукт, приготовленный продукт должен обязательно иметь вкусовую гамму. Без соли он не будет иметь вкуса. Прянности, перец вот в этом направлении? Ну, во-первых, перец надо брать свежемолотый. Всё, что молотое, всё, что непонятно, как оно приготовлено, я имею в виду горький перец, да, не сладкий перец. А вот, ну, надо использовать, ну, я говорю, еда должна быть вкусной. Ну, нельзя есть невкусную еду. Некоторые говорят, что благодаря такой еде, вот, на Кавказе люди долго живут, потому что у них уже тепло, пряности, они мясо спасают, и всё. Нет, нет, я сторонник еды, которая касается свежих пряностей. А подсолнечное масло, масло простое? Ну, опять же, это вот... Помните, на случай ли, маргарин есть? Ладно, вам про маргарин забыли, и уже даже не знаю, как он выглядит. Нет, масло должно быть тоже натуральным, но, опять же, в разумных пределах сегодня же нет натурального масла, там большая часть пальмового масла добавляется, да, с загустителями. Где найти-то, да, я не знаю. Да, ну, это вот фермерские продукты, это люди, которые, конечно, штучный товар, немного дороговато, потому что... Потому что мы-то помним, как масло, вкус настоящего. Да, 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 в своё время я сама делала масло, сливки, взбивала банку, и получала масло, я была в деревне, это было настоящее масло. Оно, конечно, брызгается, потому что сыворотку всю не убрать, но это же масло. Хорошо, Наталья Франсеновна, на вот таком замечательном масляничном финале мы сейчас останавливаемся, делаем небольшой перерыв, и после этого возвращаемся к теме наших сегодняшних проблем общечеловеческих с правильным пищеварением. И вернёмся и продолжим. Напомню, что эта программа «Открытый диалог» врач-эндокринолог Центральной поликлиники Люберецкой областной больницы Наталья Франсеновна Новикова. У нас сегодня в гостях. В конце нашей программы предложение, такой вариант полудиеты, полуправильного питания. Может быть, кто-то услышит, что лучше на завтрак, что лучше на обед, что лучше на ужин. Просто наша гость уже была у нас здесь в студии, и мы что-то подобное делали. Я ещё вот о чём хотел поговорить. Понятно, что есть товары, продукты, вернее, которые мы прекрасно понимаем, что они разрушают нашу систему. Ну, там, алкоголь, например, и всё прочее. Причём, как бы мы себя не убеждали, в каких количествах, всё равно мы это понимаем. Есть товары, которые, кстати, сейчас у нас, да, помните, вот это вот биоэко, вот эти все зелёные штучки. Сейчас с этим будет построже. Но, тем не менее, люди ищут на полках всякие хрустящие хлебцы, которые становятся всё дороже и дороже. Или хлебцы, я не знаю, где правильно ударение ставится, но неважно. Смысл вот в чём. Много еды, которая даже есть целые полки, там, на фруктозе, например, печенье, оно действительно лучше, чем обычное печенье. Вот, или это маленький такой, или большой миф? Ну, конечно, это миф. Да, то есть на фруктозе нельзя печенье? Ну, почему? Ну, фруктоза, если настоящая, раньше я очень хорошо помню, когда продавалась фруктоза, как сахар, она была в пакетиках, была чистая фруктоза, она была импортная, была наша фруктоза. Что-то такое было, да. Да, да. Ну, я могу сказать, что это действительно сладкое, действительно имеет вкус сладости, но, конечно, польза, как мы говорим, про мёд. Майский мёд на фруктозе, он поэтому не кристаллизуется быстро. Остальной мёд весь на сахарозе, и получаются кристаллы. Поэтому уже лучше, ну, как бы, если из зол выбирать меньше, это лучше фруктоза. Вот есть отделы, которые сразу, ты понимаешь, что они опасны для здоровья. Ну, мы говорили уже, алкогольные в любом варианте, как бы нам что не рассказывали. Вот, второй отдел, мне кажется, по насыщенности, это вот конфетно, вот этот вот, я мимо него, да-да, конфетно-печат, так прохожу и думаю, ой, как хорошо, что я уже, знаете, как бывший курильчик, победил в себе это. Но иногда, правда, хочется конфетку, конечно. Надо такой вкусный вкус, конфетку. А, значит, какие у нас ещё отделы? Ну, где майонез, кетчупы, все соусы, вот это просто... Новым годом этот майонез лезет отовсюду. Это просто, ой, я не могу, нет. Майонез можно делать самим, как бы мы это делаем, я, кстати, крайне редко ем майонез, для меня это не пища, ни кетчуп, ни майонез. Поэтому, как бы, мы, ну, я не могу на это смотреть, на это количество соусов, которые, ой, что там только не добавлено, для того, чтобы создать вкус. По финале уже совсем скоро у нас мы попросим Наталью Францовну маленькую диетку нам рассказать какую-нибудь, ну, кто-то летнюю, так, знаете, летняя версия. Вы рассказывали до программы о женщине, которая пришла к вам, молодая девушка, 130 килограмм. Вот давайте просто расскажем на одном примере. То есть речь идёт о том, как человек начинает бороться за снижение веса. Вернее, даже не поймёшь, человек или врач. Прошу, рассказывайте. Нет, ну, мы вдвоём старались. То есть она пришла ко мне просто, ей, наверное, 37 лет, и она пришла с шаркающей походкой, с одышкой. 127 килограмм, молодая женщина. Конечно, отёчность ног, дадут ловаться с лица. То есть она не могла деть кольца, потому что всё это имело место быть. Это хорошая проверка. Да, жир, да, жир, жидкость распределилась по всему телу. Конечно, ей было очень тяжело. Но мы с ней вступили в этот. Так она настолько хотела это достичь, потому что случилось у неё это после стресса. Они отдыхали в Турции, и там погиб её молодой человек. И она была худенькая, стройненькая. В общем, в течение, наверное, двух лет вот случилось с ней такое. То есть сначала она рифтовала себя, то есть она была у психиатра, у психолога, каким-то образом убирала этот пункт, который не давал ей себя оценить со стороны. Это было убрано, когда она пришла ко мне, то есть она уже пришла с трезвыми мыслями о том, что надо что-то делать теперь с организмом. Ну, мы с ней встречаемся уже, наверное, месяца 8. Значит, мы пришли к выводу, как надо питаться, как надо двигаться, что надо делать. То есть питание в основном это овощи и белок. То есть это мясо, рыба. Ну, иногда бобы, если очень хочется. Сегодня, так сказать, у нас летний промежуток намного разнообразнее еда. Её можно более украсить, больше вкуса добавить, в конце концов, красоты, эстетически, затем по-другому. Конечно, так как мы начинали это по весне, было сложно. Сейчас это намного проще. Короче, она похудела у меня на 37 килограмм. Это совершенно другая женщина. То есть она меньше 100 килограмм стала? Да, да, да. Но это совершенно... Я в коридоре её... Сколько времени? Ну, наверное, 8 месяцев. Так, и? Ну, я её не узнала в коридоре. Она мне говорит, здравствуйте, а я не поняла, кто это. Я готова была её обнимать, потому что это вот тот пример, который надо снимать и показывать. И вот важно понять здесь, что с вашей помощью, с её установками... Ну, её установка, моя поддержка. То есть всё-таки тело-то знает свою норму? Нет, начнём с того, что она молодая женщина. Поэтому здесь как бы последствия... И туда, и сюда полезла, да? Ну, последствия, да, последствия внешнего вида... Ну, я её не раздевала, естественно, да, но то, что я видела... Лицо, руки, да, то есть это всё... Босоножки такие красивые, вот на таких каблуках. То есть она пришла у меня чуть ли не в тапочках, шаркающей походкой. А сейчас она пришла, я говорю, я её просто не узнала. И я так горжусь этим примером, я вам передать не могу. Потому что это она одна такая. Остальные все имеют подвижки, ну, кто-то сходит с дистанции. Ну, нет, по моей вине, я согласна быть рядом. Пань. Ну, вот ещё такой вопрос. Здесь тоже немаловажную историю, то играет. После того, как человек худеет, у него, конечно, много радости. То есть он начинает покупать одежду, радуется размеи. Уходят в комплексы. То есть какой-то такой получается. Да, да, да. Кстати, тратить много денег на это. Ну, пусть. И не задумываются о том, что может вернуться вдруг неожиданно, если бросить, как вы говорите, эту ситуацию, что всё вернётся на круги своя. Но в связи с этим не меняется ли, опять же, если человек очень много лет был плотный, да, назовём так, и вдруг вот мы его... Ой, с этими очень сложно. Вот меняется же всё остальное, организм-то уже привык к этому. Я не знаю, там, кости. Вот мы что-то убрали, а что-то добавилось. Нет, 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 нет. Ну, опять же, это всё зависит от возраста, это первое. Второе, от исторической справки. Вы же понимаете, есть семьи Колобков. И вот один из этих Колобков решил быть худым. Конечно, ему надо будет не год и два, а более, да. И это надо поменять психологию, потому что рядом с ним едят так же, как кушали. Хорошо. То есть ему надо уходить из этой среды. Те, кто худеют, у них начинают с кожи какие-то проблемы, что-то есть. Ну, в молодом возрасте это всё проще. А, ну, не молодом? Молодом сложнее. Тут как бы для женщин это очень актуально. Для мужчин ладно, и так красивый. Если худой, и живота нет, отлично. А что касается женщин, конечно, это одна из проблем. Но сегодня косметология у нас на очень неплохом уровне. Но это уже другой этап. Да. Времени осталось мало. Давайте вот 2023 год, лето в полном разгаре. Народ сейчас либо откуда-то приехал и удивляется, что это я как не вложу свою любимую рубашку. Либо ещё ему предстоит куда-то поехать. Может быть, какую-то диетку такую летнюю, осеннюю. Вот что, как бы вы предложили? Я понимаю, что нельзя делать для всех. Нет, конечно, для всех не важно. Такой вот всё-таки какой-то завтрак обе туги. Нет, ну остаётся же как бы база. Это обязательно белок, обязательно белок. То есть мясо, рыба. Ну пусть это будут бобовые. А к этому приплетается абсолютно... Скажите, а бобовую можно? Зелёный горошек или фасоль консервированную? Можно? Ну, не знаю. Не люблю. Не могу сказать. Ну почему не... Говорить эти бобовые ж долго. Ну ладно, ладно. А так взял, открыл. Ну, что могу сказать? Опять же, хочется. Нет, ну оно не так действует, как, например. Нет. Поехали, гороховая каша, что же бобовая? Ну да, да, нет, конечно. Ну сухой горох, он совсем другой, чем консервированный. То есть стараться всё-таки живьём? Да, да. Всё-таки сухой горох, он сохраняет свои свойства. Уходит влага, но всё остаётся. Бобовая. Да. Порция бобовых в сутки сколько примерно должна быть? Наверное, стакан. Стакан, хорошо. Ну мясо – это либо говядина, либо индейка? Ну выбирайте любое мясо, только нежирное. Но не свинина. Почему нежирное? Почему не свинина? Почему? Ну потому что. И свинина, и баранина, и говядина, и… Ну говядина-то же лучше, чем свинина, с точки зрения. Ну я же не знаю, кому как нравится, я не люблю говядину. Не-не-не, а, а, не любите, понимаете. Говорят, что индейка самая лучше-то. Ну не знаю. Там вообще нет калорий. Ну прекратите, везде есть калорий такого. Ну что тогда лучше, индейка или курица? Ну опять же, вот я не люблю индейку, хочу курицу. Завтра буду есть индейка. Мы с вами не совпадаем. Завтра будет индейка. Завтра будет индейка. Завтра к нам приду, хорошо? Да, не вопрос. Молочка с утра. Ну в кисле только кисломолочное. Только кисломолочное. Ну кефирчик имеется? Да, кефир, ряженка, не знаю, там, бифилоки, бифилок, бифилайфы. А йогурты? Йогурты, пожалуйста. Сейчас же их можно делать самим, да, то есть как бы никаких проблем. Сегодня есть грибки. Порожок когда можно? С утра или вечером можно? Ну это же белок, ну я, например, с утра. Упаковочку. Ну творог должен быть тоже качественным, я уже понимаете. Ну хотя бы 2%. Почему? Нет. Пять часов много. Ну прекратите, ну должен быть. Вы же не будете кушать большую порцию, я уже который раз перевожу. Я не буду? Да, ну не знаю. Хорошо. Тогда это не к мне. Да, 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 хорошо. Салатик овощной. Пожалуйста. Ну заправлять надо, конечно же, растительным маслом. Или оливковым. Ну или оливковым. Но мы сейчас перешли на хлопковое масло. А есть еще кукурузное масло? Ну можно кукурузное. Ну и вот, поверьте мне, что хлопковое масло я для себя открыла, наверное, месяца 2-3 тому назад. Это совершенно другой вкус, как бы масло, да? Ну по мне так он... Понятно. Времени мало? Хлебно-мучное, макарошки вот этого? Ну макарошки должны быть вкусняшкой. Из твердых сартов. Да, из твердых сартов. Ну раз в недельку можно? Ну конечно, конечно, да. Друзья мои, мы можем дальше продолжать. А пить, говорят, воды надо много пить? Да. По килограмму тела сколько? Значит, 2 литра минимум. На любого человека? На любого человека. Это минимальный объем. Если это большой человек, то есть метр девяносто, и там 100 килограмм, потому что он метр девяносто, конечно, можно пить больше. Но не менее двух литров. Но именно вода, а не всякие там... Именно вода. Нет ничего другого. Ни суп, ни компот, ни... Все остальные напитки отпадают. Это можно плюс к тому. А вода должна быть только водой. Понятно. Ну и еще, когда человек, например, не будем называть сейчас конкретные средства, все их знают, их рекламируют, их много, есть дешевле, все они вроде бы как их употребляют в пищу, эти таблетки, чтобы нормализовать пищеварение. Это действительно полезная история. Если, например, вы идете много выпивать и есть, или... Ну, в таком случае, очень жаль, что у нас сейчас нет на рынке. Может, где-то есть, я не интересовалась. Просто мне это не надо. Когда мне это было нужно, я находила. Это клетчатка. Все, клетчатка. Да, клетчатку. Заполнишь желудок и не съешь много, и не выпьешь много. Все, я не буду клетчаткой. Спасибо большое. Наталья Францисовна Новикова напоминает всем нам, как врач-эндокринолог Центральной поликлиники Люберецкой областной больницы, что диспансеризацию никто не отменял. Летом у вас есть возможность прийти и проверить, потому что система очень важная. Поверьте, и мне, и Наталье Францисовне, потому что, ну, как бы человек, который знает, что такое диетолог, их сейчас много разных, а есть врач-эндокринолог. Это немножко разные вещи. Спасибо вам большое. Мы надеемся на третий ваш приход, как минимум, потому что Бог любит Троицу. Спасибо большое. Всем здоровья. Это была программа «Открытый диалог». Ну и, как вы понимаете, следите за собой. Летом, конечно, хочется немножко расслабиться, но ведь скоро осень. Да. До свидания. До свидания. До свидания.